Привет, привет, мои дорогие друзья! Давненько мы с вами не виделись. Приношу вам свои большие извинения, то что давно не было видео по Vainglory. К сожалению, такая сложилась ситуация, был немножечко занят, там уже конец патча, ну и немножечко любимое слово Аркадия, я решил полениться. Так вот, вышел у нас новый патч, к сожалению, я был вынужден также сообщить на стримах то, что быстрые обзоры патча у нас ушканули в лепту, потому что не получилось каких-то положительных отзывов от всего этого, и мы решили хотя бы оставить рубрику видеогайдов, ну а может быть что-то еще интересное получится у нас сделать еще. Ну, само собой, недавно у меня вышел, точнее даже вот совсем-совсем недавно вышел обзор на Детройт, поэтому обязательно зайдите, посмотрите, оставьте там большой палец вверх и положительный свой комментарий. Мне очень приятно, я стараюсь разнообразить для вас геймплей, не только в виде Vainglory, но и в виде других игр. Ну ладно, это было такое небольшое отступление, небольшие изменения, а теперь давайте перейдем к кинетике. Кинетика достаточно интересный персонаж получился с простыми механиками, да, более простыми механиками. Поэтому давайте мы сегодня будем рассматривать ВПшную кинетику на нижней ВПшной линии. Здесь ВПшная кинетика чувствует себя больше всего. Во-первых, ей тут замечательно получается стоять, потому что чаще всего на этой линии она будет противостоять разнообразным героям с ближним боем, а за счет своего большого радиуса атаки она может спокойненько их отзонивать, и поэтому будет стоять хорошо. Итак, давайте тогда перейдем быстренько к способностям самой кинетики. Врожденный навык снаряды трейсеры. При попадании по врагу плазменной пушкой, это первый скил, кинетика получает накопление снарядов трейсеров. Максимум четыре накопления. Снаряды трейсера кинетика запускает в цель трейсера. Урон от трейсера 4-15 в зависимости от уровня, плюс 10% силы оружия за накопление. В принципе, в этом строится сама основная механика кинетики, то есть она этими трейсерами наносит дополнительный урон. Чем больше у нас силы оружия, тем сильнее эти трейсеры наносят урон. Как вы видите, вот у меня сейчас три накопления, и при каждой автоатаке вылетают дополнительные маленькие сверки, которые дамажат моих врагов. Наша задача как раз таки перед любым файтом настакать максимальное их количество и потом уже, поддерживая их в бою, максимально наносить урон. Первый наш скилл – лазменная пушка. Кинетика выпускает энергетический снаряд, который наносит урон первому врагу на пути. Да, очень сильно напоминает выстрелы кэстро, только при этом у нас, если у кэстро стрелы пробивают хотя бы по первой цели и немножечко позади, то плазменная пушка попадает только по одному таргету, но при этом у нее достаточно неплохой радиус атаки и спокойненько можно при должном умении попадать за спину скрипов, попадая по вражеским героям. Но основная задача этой плазменной пушки – разгонять нашу врожденную способность. Как видите, манозатраты у нее не совсем такие большие, есть достаточно неплохой оружейный коэффициент, аж 60%, ну и еще больше, конечно, есть кристальный коэффициент, но мы играем именно через оружейную. Второй наш скилл называется инерционный рывок. Кинетика совершает рывок и получается состояние заряда на 5 секунд. Заряд, следующий выстрел из плазменной пушки нанесет повышенный урон, будет иметь увеличенную дальность и замедлит цель. При форсированной этой способности выстрел из плазменной пушки ненадолго оглушит цель. И, само собой, при использовании восстанавливает менее плазменная пушка. В принципе, этот скилл нам необходим просто потому, что это единственный наш эскейп. Он напоминает по рейнджу примерно прыжок вокса, но немножечко подольше. При этом обмановляет наш первый скилл. Поэтому вы можете такую стандартную комбинацию от цепешной кинетики делать. Это выстрел из плазменной пушки, автоатака, второй скилл, то есть дэш. И выстрел еще один из плазменной пушки и еще одна автоатака. В принципе, таким методом выносите очень много урона, потому что все-таки имеется оружейный коэффициент на первом скилле тоже. И плюс вы неплохо разгоните свою плазменную пушку, свой врожденный навык. И коронная способность, импульсный снаряд. Кинетика заряжает мощный взрывной заряд и запускает его в цель. Умение сбрасывается все накопления трассирующих пуль и наносит дополнительно 25% за каждое накопление. Полет снаряда блокируется вражескими героями, постройками и лесными боссами. Ну, а вот тут вот будем останавливаться поподробнее. По факту это своеобразный скилл, который бьет именно в тот таргет, которого вы выбираете. Радиус применения достаточно большой. И при этом цель стопроцентно попадет туда, куда вы метите. Но при этом он будет лететь по траектории, которую будут видеть враги. И так же, как и One Shot, One Kill от Castrol, этот скилл могут заблокировать союзники игрока, в которого он летит. Либо же он может спрятаться за тауэром, либо же союзники просто его прикроют. Ну и само собой по боссам этот скилл тоже попадает. Поэтому этой способностью удобно добивать, но всегда чувствуйте этот момент, попадаете вы по нему или нет. Давайте перейдем к прокачке. Поскольку, в принципе, основная задача ВП-шной кинетики это нанесение автоатак, то, само собой, первый скилл прокачивается у нас вне очереди и всегда в первую очередь. Далее идет вариант. В принципе, я, скорее всего, вам буду советовать прокачивать вторую способность с форсированием. Почему? Потому что, в принципе, урона с коронной способности вам будет в любом случае хватать. И при вложении еще одного скилла в коронную способность вы просто увеличите урон на 100 единиц. Да, как бы, если вы сделаете выстрел с четырьмя трассерами, то, возможно, вы увеличите свой урон не на 100 единиц, а на целых 200. Ну, это базовое понятие. Ну, там еще есть коэффициенты. Но, по факту, не особо большая будет чувствоваться разница. И поэтому вложение еще одного очка в коронную способность просто будет бесполезно. Лучше уж у нас будет небольшое оглушение на втором скилле и плюс уменьшенный кулдаун. Если мне память не изменяет. Да, уменьшенный кулдаун. И это гораздо полезнее, чем просто немножечко дополнительного урона. Да. Кстати, про оглушение со второго скилла. Оно действительно микроскопически. 0,1 секунда. По факту, это микростан для сбития ченнелинг-способностей. Что подразумевается по ченнелинг-способностями? Это почти все коронные способности в игре. К примеру, клетка Ордана. Пока Ордан летит, если вы дадите ему микростан, то вы собьете ему клетку. Коронные способности от того же самого Адажу и той же самой Грейс. То есть вот эти хилы, их тоже можно сбивать этим микростаном. Коронная способность Ринга тоже сбивается. То есть все, что имеет анимацию при неменении. Даже оглушение... Не оглушение, прошу прощения. Сайленс Катрин тоже можно сбить, если вы будете уметь этим способностям правильно пользоваться. Вертушка Роны тоже можно сбить. Поэтому очень хорошее применение можно использовать, если правильно попадать по целям. Итак, повторюсь. Прокачиваем первый скил, прокачиваем второй скил. Форсируем их вне очереди. Коронную способность прокачиваем только на шестом уровне, чтобы его получить. И на двенадцатом, соответственно, чтобы у нас был второй ее уровень. Это мое мнение. Вы можете со мной не согласиться, само собой. Далее. Давайте перейдем уже к сборке. На нашу кинетику любимую. Так как вы понимаете, мы здесь немножечко зависимы от маны. Мы не можем как Ринга спокойно дамажить именно с руки, как Вокс. И нам все-таки мана достаточно необходима. И кулдаун редакшн в связи с изменением текущей мета игры тоже нам будет полезен. Поэтому и мой вам совет. Первым итемом мы закупаем черчародейский клинок. Это позволит нам чаще использовать наши способности и не заботиться о мане. Плюс повышает наш флетовый урон и позволяет нам чаще использовать, как я и говорю, наши способности. Далее мы собираем иглу. Дополнительная скорость атаки, вампиризм и, само собой, смертельные раны на врагах. Можно заменять на маску, но я бы не стал. В принципе, игла самое то, что нам нужно. Скорость атаки у кинетики достаточно слабая и из-за нее достаточно проблематично степшотить. Очень долго происходит анимация выстрела. Надо немножечко к этому привыкнуть. Как только у вас собирается игла, вы уже можете спокойно степшотить, более комфортно себя чувствовать в этом плане. Далее. Третьим предметом будет, само собой, переломный момент. БП. Это тот предмет, который кинетика, после сбора которого, начинает просто уничтожать врагов. За счет врожденных навыков трассеров она очень быстро настакивает БП. И начинает наносить очень много урона. Само собой, флетовый урон, скорость атаки, то, что нам необходимо. А четвертым слотом я предпочитаю собирать монокль тирана, либо же триггер. В данной мете, в связи с изменением триггера, тоже имеет место быть. Но третий предмет на скорость атаки будет не столь уже приятно реализуем. Плюс, к тому же, теперь он дает, да, он дает скорость передвижения, но это не столь интересно. Поэтому все-таки лучше, если вы собираетесь через иглу и БП, то лучше, само собой, купить монокль. Монокль вам увеличит криты, увеличит скорость накопления БП. В общем, будет более приятен, чем триггер. Но, если вам нужна еще большая скорость атаки, то вы, само собой, можете закупить триггер. Для дефа. Дефа сейчас существует два типа. После апа доспеха грез это стал один из самых лучших предметов на защиту. В том случае, если вам нет необходимости покупать личный блок. Если вы верите своему саппорту, если у команды противников мало контроля, то просто нет смысла в закупе эгиды. В этом плане доспех грез дает вам защиту как от ЦП, так и ВП. Плюс дает укрепленное здоровье, если в вас врываются. То есть, самый замечательный предмет. Эгиду собираем только в том случае, если ощущаем то, что нам необходим блок. Для ботинок, само собой, как обычно, для всех оружейных керри, покупаем ботинки-скороходы. Позволяет нам быстрее передвигаться, чаще использовать ускорение. Ну, и в случае, если вам необходимо добить какого-то врага, или же вы все равно испытываете проблемы с маной, можете купить лабутены. Ну, а для телепортации, ботинки телепортации будут замечательно подходить. То есть, в принципе, любые ботинки подходят, имеют место быть на кинетику. Вартреды тоже можно купить, если вам нужно немножечко жира. Ну, это так уже, мысли вслух. Итак, давайте уже перейдем к геймплею самому за кинетику. Мы находимся на нижней линии. Наша основная задача – это не дать прокачаться в вражескому керри, который находится на нижней линии. Чаще всего это разнообразные брузеры, то есть толстые персонажи, которые могут вытанковывать урон. Или же зачастую там могут быть разнообразные ассасины. Против ассасинов кинетика очень слаба. У нее нету эскейпов, она не может как-то быстро переместиться в нужное место, кроме как второй скилла. Вторым скиллом, да, она там может немножечко вытворять всякую грязь, но не более того. И поэтому, если вы видите то, что на верхней линии против вас будет стоять, к примеру, тот же самый Риза, то лучше кинетику, само собой, не брать. Она будет очень уязвима, и Риза примерно с 4-6 уровня будет вас просто уничтожать. Ну, само собой, вы его можете загнобить и не дать ему накачаться, но я говорю по своему опыту. Именно поэтому кинетика хорошо чувствует себя против милишных героев именно на этой линии. Вот. Далее же, кого вообще брать в саппорта кинетики? Сейчас очень хорошо играет Ордан в кои-то веки. Хотя Ордана я в каждом патче говорю, что Ордан хорошо играет, но в этот раз он заиграл еще лучше за счет сбора новых предметов, за счет энергощита, а теперь деф Ордана стал еще более крупный. Именно как раз-таки кинетике и необходим очень толстый фронтлайн. Желательно целых два персонажа. К примеру, чтобы был брузер на топе и танка на саппорт в лесу, либо же на мидлейне. То есть в этом случае кинетика может полноценно собираться в гиперкере, то есть через 4 слота. Ей не будет необходимости как-то собирать еще дополнительный деф. Как видите, вот только что с Роной спокойненько не даю я к себе подойти, но если бы она спокойненько прижала ботиночки, подбежала ко мне и у меня уже не было бы Дэша второго, то я бы вряд ли уже мог бы что-то с ней поделать. Да, вот. Само собой разнообразные саппорты, которые усиливают нас, к примеру, вот тот же самый Адажик, который играл, тоже будет полезен, но лучше, конечно, Ордан. Тот же самый, вот видите, замечательно, я вот тут забиваю клетку Ордану при помощи микростана. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, конечно же, это не ранговая игра, потому что в данный момент кинетика находится в первом бане, слишком уж она сильна в настоящей мете, ну и плюс это новый персонаж. Как вы понимаете, новые персонажи чаще всего находятся в бане. Да, вот начинается небольшой тимфайт, быстренько убиваем Ринго, убиваем Рона, Рону и начинаем заходить уже в кору. Мы выпустили уже черного когтя, и сейчас будем вместе запушивать Турели, Арсенала и окончать игру. Вот. В принципе, как я рассказал, то есть кинетика это стандартный гиперкерриан, очень сильно похожа на вокса, но с меньшей мобильностью, поэтому, в принципе, скорее всего, она по своему геймплею больше похожа на Ринго, то есть имеет какой-то ультимейт, который может добить в конце, имеет очень слабую мобильность, в этом плане Ринго даже имеет большую мобильность за счет того, что, когда включает там серебряный вихрь, он более мобильный получается, чем та же самая кинетика. Но, само собой, надо привыкнуть вообще к механике игры за кинетику, надо следить за стаками, потому что они очень любят слететь не в нужный момент, да, то есть вы пытаетесь стэкшотить, но при этом надо еще не забывать про использование первой способности. Вот, спокойненько мы тут уже добиваем кристалл противника, здесь нас, конечно же, уже убьют, ну, в частности, меня, уж больно, потому что я тут нагло начал играть, но черный когут уже сделает свое черное-черное дело. Ну что ж, ребята, обязательно поставьте большой палец вверх, напишите свой комментарий к видео, поделитесь видео с друзьями и возрадуйтесь, Аркадий обещает выпускать как минимум один видеогайд в неделю. Больше не обещаю, но как минимум один видеогайд от меня вы точно будете получать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok